Пер Фредерик Валю Исчезнувшая пожарная машина Часть шестая «Нет, я не знаю», — скомфуженно произнес Цакрисон. «Ты побежал обратно, так?» «Да, когда вы... когда вы...» «Что о тебе ответили в центральной диспетчерской на этот раз?» «Я не знаю. На этот раз я побежал к телефону срочного вызова». «Однако в первый раз ты звонил из телефона автомата?» «Да, я был ближе к нему. Я побежал к нему, позвонил, и в центральной диспетчерской мне сказали...» «Что пожарная машина уже там. Да-да, я уже об этом слышал. А что тебе сказали в центральной диспетчерской во второй раз?» «Я... я не помню». «Не помнишь? Наверное, я был очень возбужден, неубедительно», — сказал Цакрисон. «Полицию на пожары тоже вызывают, так ведь?» «Конечно. Думаю, что да. Я хотел сказать...» «Куда же в таком случае подевался полицейский автомобиль, который тоже должен был приехать?» Мужчина в майке и в форменных брюках виновато понурил голову. «Не знаю, угрюма», — ответил он. Генвальд Ларсон посмотрел на него в упор и повысил голос. «Как ты мог быть настолько тупым, что никому об этом не сказал?» «Что? О чем я должен был сказать?» «О том, что пожарные уже выехали, когда ты им позвонил. И что пожарная машина исчезла. Кто, например, вызвал пожарных в первый раз? Тебя об этом расспрашивали, ведь так? И ты знал, что я болен, так? Я прав?» «Да, но я не понимаю». «О боже, я это вижу. Ты не помнишь, что сказали тебе в центральной диспетчерской во второй раз? Но сам-то ты помнишь, что сказал?» «Пожар. Здесь пожар или что-то вроде этого. Я... Я был слишком возбужден. А потом я побежал». «Пожар? Здесь пожар? И ты не упомянул, где именно пожар?» «Да, конечно, я это сказал. Я почти закричал. Пожар на Шольдгаттен. Да. А потом приехали пожарные». «И они тебе не сказали, что пожарная машина уже там? Я имею в виду, когда ты звонил». «Нет». Цакрисон задумался на несколько секунд. «Так значит, ее там не было с глупым видом?» – спросил он. «А в первый раз, когда ты звонил из телефона автомата, ты кричал им то же самое? Пожар на Шольдгаттен?» «Нет. Когда я звонил из телефона автомата, я еще не был так сильно возбужден и назвал им правильный адрес». «Правильный адрес? Да. Рингвэген 37». «Но ведь дом находится на Шольдгаттен». «Да, но правильный адрес – Рингвэген 37. Очевидно, так легче для почтальона». «Легче?» Гюнвальд Ларсен нахмурился. «Ты в этом уверен?» «Да. Когда я начинал службу в округе Мария, мне пришлось выучить наизусть все улицы и адреса во втором участке». «Значит, ты сказал Рингвэген 37, когда звонил из автомата, и Шольдгаттен, когда вторично звонил по спецтелефону». «Думаю, да. Всем известно, что Рингвэген 37 находится на Шольдгаттен». «Мне это неизвестно. Я имею в виду всем, кто знает второй участок». Гюнвальд Ларсен, казалось, стал в тупик. Наконец он сказал. «Что-то здесь не так». «Не так?» Гюнвальд Ларсен подошел к столу и посмотрел на открытый журнал. Цакрисон подкрался сзади и попытался убрать его. Но Ларсен прижал журнал своей могучей волосатой рукой и сказал. «Неправильно. Их было 68». «Что?» «Этот доктор из Англии. Доктор Ракстон. Он разрезал свою жену и служанку на 68 частей. И они не были голые. До свидания». Гюнвальд Ларсен покинул эту необычную бойлерную и поехал домой. Вставив ключ в дверной замок своей квартиры в Булмаре, он тут же совершенно забыл о своих служебных делах. И снова начал думать о них, когда сидел у себя в кабинете. Другими словами, на следующее утро. У него было такое ощущение, что это какая-то мистика. Он никак не мог собраться с мыслями и в конце концов решил обсудить это дело с Реном. «Какая-то чертовщина», — сказал он. «Я ничего не понимаю». «Что именно?» «Ну как могла исчезнуть пожарная машина?» «Да, это, пожалуй, самое странное происшествие в моей жизни, сколько я себя помню», — сказал Рен. «Ага. Так ты, значит, тоже об этом думал?» «Да, конечно. Я же все время об этом думаю с тех пор, как мой малыш сказал, что она потерялась. Понимаешь, ведь он не выходил на улицу, потому что у него была простуда и должен был сидеть дома. Она бесследно исчезла где-то в квартире». «Ты что, действительно настолько глуп, что думаешь, будто я стою здесь и разговариваю с тобой об игрушке, которую вы потеряли?» «А о чем же в таком случае ты со мной разговариваешь?» Гюнвальд Ларсон объяснил, о чем он говорит. Рен почесал нос и спросил. «Ты уже связался с пожарными?» «Да. Я только что им звонил. Человек, с которым я разговаривал, по-моему, придурок». «А может быть, он решил, что это ты, придурок?» «Ха!» — сказал Гюнвальд Ларсон. Выходя из комнаты, он сильно хлопнул дверью. На следующее утро в среду 27-го состоялось обсуждение результатов розыска и было установлено, что никаких результатов, собственно, нет. Олафсон числился исчезнувшим, так же, как и неделю назад, когда было разослано объявление о его розыске. О нем было достаточно много известно. Например, что он наркоман и рецидивист. Но об этом знали и раньше. Розыск велся по всей стране, а также через Интерпол. Без особого преувеличения можно было сказать, что по всему миру. Фотографии, отпечатки пальцев и описания были разосланы в тысячах экземпляров. Уже получили ряд бесполезных сведений. Однако их было не так уж много, поскольку ее величество общественность все еще не проинформировали посредством прессы, радио или телевидения. Поиски в преступном мире дали немного. Вся проделанная огромная работа оказалась бесполезной. Никто не видел Олафсона с конца января или начала февраля. По слухам, он уехал за границу. Однако и за границей его никто не видел. Мы должны найти его, подчеркнул Хаммер. Как можно скорее. Немедленно. В общем-то, больше ему сказать было нечего. Инструкции такого рода не слишком конструктивны, заметил Кольберг. На всякий случай он сказал это уже после совещания. Меллендер сидел, откинувшись на спинку кресла и скрестив вытянутые ноги. Глаза его были полузакрыты. В зубах он сжимал свою неизменную трубку. «Ну так как?» спросил Кольберг. «Он думает», — ответил Мартинбек. «О боже, я вижу, что он думает, но я хочу знать о чем». «Об одном отрицательном качестве полицейских», — сказал Меллендер. «Да?» «Ну и о каком же?» «О недостатке воображения. И ты тоже этим страдаешь?» «Да, тоже», — спокойно ответил Меллендер. «Весь вопрос в том, не является ли ход расследования этого дела идеальным примером недостатка воображения, или, возможно, узости мышления?» «С моим воображением все в порядке», — сказал Кольберг. «Секундочку», — произнес Мартинбек. «Ты можешь объяснить понятнее?» Он стоял на своем излюбленном месте у двери, облокотившись на ящике с картотекой. «Вначале нас вполне устроила версия, что газ взорвался случайно», — сказал Меллендер. «Потом мы получили четкие доказательства того, что некто пытался убить Мальма при помощи зажигательного устройства, и дальнейший путь расследования стал совершенно ясен. Мы должны найти Олафсона». «Мотив? Именно Олафсон это сделал. И мы следуем по этому пути, как если бы мы были сворой-гонщик с шорами на глазах». «Кто знает, не несемся ли мы прямо в тупик». «Несемся» — это именно то слово, которое нужно, — удрученно произнес Кольберг. «Это ошибка, которая регулярно повторяется и которая привела к провалу сотен расследований». Полиция упорно придерживается того, что считает неопровержимыми факты. Такие факты указывают в определенном направлении. И все расследование идет в этом определенном направлении. Все другие версии отбрасываются. Лишь потому, что самая очевидная версия, как правило, верна. Полиция действует так, словно это имеет место всегда. В мире полно преступников, которым удается уходить от наказания лишь потому, что полиция придерживается подобной доктрины. Предположим, кто-то находит Олафсона прямо сейчас. Возможно, он сидит в каком-нибудь ресторане в Париже или на балконе отеля в Испании. Или Марокко. Возможно, он сумеет доказать, что сидит там вот уже два месяца. И что же прикажете нам делать? «Ты имеешь в виду, что мы должны просто-напросто послать ко всем чертям этого Олафсона?» – спросил Кольберг. «Вовсе нет. С того момента, когда Мальма остановили за превышение скорости и задержали, он начал представлять опасность для Олафсона. Поэтому Олафсон – самая очевидная версия. По этой причине мы должны постараться найти его. Однако мы забываем, что указанная версия с большой вероятностью может оказаться совершенно бесполезной в нашем случае с пожаром. Если даже подтвердится, что он торговал наркотиками или поставил фальшивые номера на несколько автомобилей, это все равно ничего нам не даст. Вполне вероятно, что он вообще не имеет никакого отношения к нашему делу. «Будет весьма странно, если окажется, что Олафсон не имеет никакого отношения к этому делу». «Согласен. Однако странные вещи тоже иногда происходят. То, что Мальм покончил с собой именно тогда, когда кто-то пытался его убить, является очень странным совпадением. Я задумался над этим уже тогда, когда обследовал место пожара. Еще одна странность, над которой никто толком не задумывался, состоит в следующем. С момента пожара прошло почти три недели, и в течение всего этого времени никто не видел Олафсона и ничего о нем не слышал. Это позволяет нам сделать определенные выводы. Однако неоспоримым фактом, насколько мне известно, является также и то, что никто не видел Олафсона в течение целого месяца до пожара». Мартинбек выпрямился и задумчиво сказал. «Да, правда. Этот аргумент, несомненно, заслуживает внимания и заставляет нас выдвигать определенные предположения», сказал Кольберг. Они принялись обдумывать возможные предположения. Чуть дальше, в том же коридоре, Рен проскользнул в кабинет Гюнвальда Ларсона и сказал. «Знаешь, я кое о чем думал вчера вечером». «О чем?» «Но лет двадцать назад я несколько месяцев работал в Сконе, в Лунде. Я уже забыл, почему там оказался». Он сделал паузу и потом прочувствованно произнес. «Это было ужасно». «Что?» «Сконе». «Ага. И о чем же ты подумал?» «Там были только свиньи и коровы, поля и студенты. И жара. Я едва не расплавился. Так вот, тогда там произошел большой пожар. Ночью сгорел завод. Позже оказалось, что пожар случайно устроил какой-то сторож. Он сам поднял тревогу, но все перепутал и позвонил в пожарную охрану в Мальмс. Понимаешь, он был оттуда. Поэтому, в то время как огонь вовсю полыхал в Лунде, пожарные мотались по Мальмю в поисках пожара с раздвижными лестницами, помпами, сетями, в которых собирались ловить прыгающих из окон людей и так далее. «Ты хочешь сказать, что Цакрисон был настолько глуп, что, стоя почти в самом центре Стокгольма, позвонил в пожарную охрану Накки? Да, я имею в виду что-то в этом роде». «Он этого не сделал», — сказал Гюнвальд Ларсен. «Я обзвонил все полицейские участки города и пригородов. Ни в одном из них пожар в тот вечер не зарегистрирован. На твоем месте я бы позвонил и в пожарную охрану. Если бы ты был на моем месте, тебе бы ужасно чертели все эти пожары. Кроме того, больше шансов получить разумный ответ от полиции». Рюн направился к двери. «Эйнар!» «Да». «А зачем им понадобились сети? На заводе? Ночью?» Рюн задумался. «Не знаю, наконец», — сказал он. «Возможно, у меня чересчур разыгралось воображение». «Ты так полагаешь?» Гюнвальд Ларсен пожал плечами и продолжил ковыряться в зубах ножом для разрезания бумаги. Однако на следующее утро он принялся обзванивать все пожарные части в пригородах Стокгольма. Загадка разрешилась удивительно быстро. «Хорошо», — сказал доброжелательный голос в пожарной части сольный Сундбуберга. «Конечно, я могу проверить». «Да, в тот вечер у нас был ложный вызов на рингваген 37 в Сундбуберге. Мы приняли его в 23 часа 10 минут по телефону. Вас интересует еще что-нибудь?» «В полиции мне ничего не сказали об этом», — сказал Гюнвальд Ларсен. «Но ведь полиция обязана была туда приехать, так?» «Патрульный автомобиль, конечно же, туда выехал». «Этот вызов поступил к вам непосредственно или через центральную диспетчерскую Стокгольма?» «Думаю, непосредственно. Но точно я не могу вам этого сказать. Здесь только одна запись. Анонимный телефонный вызов. Ложный. И что же вы делаете, когда принимаете такого рода вызовы?» «Выезжаем, конечно». «Да, я это понимаю. Но вы сообщаете об этом куда-либо?» «Конечно, местным фараонам. Кому-кому?» «В полицию. Кроме того, мы информируем центральную диспетчерскую. Знаете, когда пожар очень сильный, то его далеко видно, а у нас очень много звонков. Мы в состоянии принять только 25 вызовов одновременно, а нам звонят сотни людей. Именно поэтому мы и сообщаем о своем выезде, иначе начнется неразбериха». «Понятно», — сухо ответил Гюнвальд Ларсен. «Вам известно, кто принял вызов?» «Конечно. Девушка по фамилии Мортенсон. Дорис Мортенсон». «Где я могу ее найти?» «Нигде, старина. Вчера она уехала в отпуск. В Грецию». «В Грецию?» — с явным неудовольствием произнес Гюнвальд Ларсен. «Да. А разве там плохо? Там случилось худшее из того, что только могло произойти. Вот как. Не ожидал, что наша полиция занимается коммунистической пропагандой. Я был в Акрополе, или как там он называется, прошлой осенью. «Мне там очень понравилось. По моему мнению, в Греции поддерживается идеальный порядок. А какая там полиция? Вам, парни, нужно у них многому учиться». «Заткнись, идиот!» — сказал Гюнвальд Ларсен, бросая трубку. Он не выяснил еще одной важной вещи, однако не смог заставить себя продолжать этот разговор. Вместо этого он пошел в кабинет к Рену и попросил его. «Ты не смог бы сделать мне одолжение. Позвони в пожарную часть сольной Суньбюберга и спроси, когда возвратится из отпуска их сотрудница Дорис Мортенсон». «Ну, конечно, смогу. Послушай, что с тобой? Ты выглядишь так, словно тебя вот-вот хватит удар». Гюнвальд Ларсен не ответил. Он вернулся к своему письменному столу и тут же набрал номер полицейского участка на Россундвеген в Сольне. «Вчера я звонил вам и задавал очень важный вопрос о том, был ли у вас какой-нибудь вызов на пожар около 11 часов вечера 7 марта?» произнес он как бы для вступления. Сотрудник полиции из Сольне сказал. «Да, это я отвечал на ваш звонок и сообщил, что рапорта о подобном происшествии у нас нет. Однако теперь я узнал, что в тот вечер был ложный вызов на Риндвеген 37 в Суньбюберге. И что полицию проинформировали об этом в установленном порядке. «Это значит, что полицейский патрульный автомобиль должен был выехать по этому адресу?» «Прекрасно. Однако рапорта об этом у нас нет. В таком случае выясните это у тех двух парней, которые тогда дежурили. Кстати, кто они? Патрульные? Я сейчас попытаюсь узнать. Подождите минутку». Гюнвальд Ларсен ждал нетерпеливо барабаня пальцами по столу. «Я выяснил. Автомобиль номер восемь. Эриксон и Квастму. С курсантом по фамилии Линдскок. Автомобиль номер три. Кристианссон и Квант». «Достаточно», – прервал его Гюнвальд Ларсен. «Где сейчас эти два болвана?» «Кристианссон и Квант? Они на дежурстве, патрулируют. Немедленно пришлите их сюда. Но...» «Никаких но! Через пятнадцать минут эти два болвана должны стоять у меня в кабинете». Не успел он положить трубку, как в кабинет заглянул Рион и сказал. «Дорис Мортенссон возвратится через три недели. Она приступит к работе двадцать второго апреля». «Кстати, у того парня, с которым ты разговаривал, отвратительное настроение. Наверняка он не относится к твоим поклонникам». «Да, их становится все меньше и меньше», – сказал Гюнвальд Ларсен. «Это можно было ожидать», – спокойно заметил Рион. Спустя шестнадцать минут Кристианссон и Квант стояли в кабинете Гюнвальда Ларсена. Оба были исконы – голубоглазые, широкоплечие, ростом выше ста восьмидесяти сантиметров. У обоих все еще сохранились болезненные воспоминания о предыдущих встречах с человеком, сидящим за письменным столом. Когда Гюнвальд Ларсен поднял на них взгляд, они оцепенели и буквально превратились в каменные извояния, изображающие двух патрульных кожаных куртках с начищенными пуговицами и припортупеях. Кроме того, они были вооружены пистолетами и резиновыми дубинками. Самым пикантным в этой скульптурной группе было то, что Кристианссон крепко зажал свою фуражку подмышкой, а у Кванта она все еще находилась на голове. «О боже, это он!» – прошептал Кристианссон. «Этот кровосос!» Квант ничего не сказал. Упрямое выражение его лица говорило о том, что он полон решимости не дать себя запугать. «Ага!» – сказал Гюнвальд Ларсен. «Явились несчастные тупицы!» «Что вы хотите?» – начал Квант и внезапно осекся, потому что человек, сидящий за письменным столом, быстро поднялся. «Я хочу уточнить одну маленькую техническую подробность. В 23 часа 10 минут 7 марта к вам поступил вызов на пожар по адресу Ринт-Гвеген-37 в Сундбюберге. Помните?» «Нет!» – нагло ответил Квант. «Я этого не помню». «Прекрати мне лгать!» – зарычал Гюнвальд Ларсен. «Вы выезжали по тому адресу или нет?» «Отвечай!» «Кажется, да!» – сказал Кристиансен. «Мы туда выезжали. Я что-то такое припоминаю, но...» «Что оно?» «Но там ничего не было», – закончил Кристиансен. «Не говори больше ни слова, Калли, если не хочешь оказаться в дураках», – шепотом предупредил его Квант. «Гюнвальду Ларсену он сказал...» «Я этого не помню». «Если хотя бы один из вас солжет мне еще раз, – заорал Гюнвальд Ларсен, – «я лично зашвырну вас в самый забитый полицейский участок. Можете лгать в суде. Везде, где угодно, но только не здесь. О боже, да сними ты, наконец, свою фуражку, идиот!» Квант снял фуражку, сунул ее под мышку, взглянул на Кристиансена и многозначительно сказал... «Это была твоя ошибка, Калли. Если бы не твоя чертова лень...» «Но ведь именно ты не хотел, чтобы мы вообще туда ехали», – возразил Кристиансен. «Ты сказал, что ничего не слышно, и нам нужно вернуться. Ты говорил, что с рацией что-то случилось». «Это совсем другое дело», – пожав плечами, – сказал Квант. «Мы ведь не можем исправить рацию. Это не входит в обязанности рядового полицейского». Гюнвальд Ларсен сел. «Рассказывайте», – коротко приказал он. «Быстро и понятно». «Я был за рулем», – сказал Кристиансен. «Мы приняли вызов по рации». Сигнал был очень слабый, – перебил его Квант. Гюнвальд Ларсен бросил на него строгий взгляд и сказал... «Давай поживее». «И помните, что ложь не становится правдой от того, что ее повторяют». «Ну ладно», – решился Кристиансен. «Мы поехали по тому адресу, Рингвеган 37, Сюнбуберге. Там действительно стояла пожарная машина. Но пожара не было. В общем, ничего не было». «За исключением ложного вызова, о котором вы просто-напросто не доложили. Из-за вашей лени и тупости. Я прав?» «Да», – промямлил Кристиансен. «Мы тогда очень устали», – пытаясь разжалобить Ларсена, – сказал Квант. «От чего?» «От долгого и напряженного дежурства». «Неужели», – поинтересовался Гюнвальд Ларсен. «Сколько человек вы задержали за время вашего патрулирования?» «Ни одного», – ответил Кристиансен. «Возможно, это не так уж и хорошо, зато правдоподобно», – подумал Гюнвальд Ларсен. «Была отвратительная погода», – сказал Квант. «Плохая видимость». «Он отзаканчивалось дежурство», – попытался оправдаться Кристиансен. «Сив была серьезно больна», – сказал Квант. «Это моя жена», – добавил он, как бы для справки. «К тому же…» «Там ничего не было», – повторил Кристиансен. «Да, конечно», – медленно сказал Гюнвальд Ларсен. «Там ничего не было. Ничего, кроме ключевого доказательства в деле о тройном убийстве». Потом он заорал. «Вон отсюда! Убирайтесь!» Кристиансен и Квант выбежали из кабинета. Теперь они уже мало напоминали живописную скульптурную группу. «О, боже!» – простонал Кристиансен, вытирая под солба. «Послушай, Калли», – сказал Квант, – «я предупреждаю тебя в последний раз. Ты не должен ничего видеть и слышать. Но уж если ты что-то увидел или услышал, то умоляю тебя, докладывай об этом». «О, боже!» – тупо повторил Кристиансен. В последующие 24 часа Гюнвальд Ларсен тщательно шаг за шагом восстановил всю цепочку событий. И ему даже удалось достаточно понятно сформулировать свои мысли на бумаге. Выглядело это следующим образом. 7 марта 1968 года в 23.10 в доме на Шольдгаттен возник пожар. Официальный адрес дома – рингвэген 37. В 23.10 в тот же самый день и год неустановленное до сих пор лицо позвонило в пожарную часть Сольный Суть-Буберга и сообщило о пожаре на рингвэген 37. Поскольку в Сюнбуберге есть улица Рингвэген, пожарные выехали по этому адресу. Одновременно в установленном порядке сообщения о предполагаемом пожаре были переданы в полицию и Центральную диспетчерскую Большого Стокгольма для того, чтобы избежать дублирования. Приблизительно в 23.15 патрульный Цакрисон позвонил в Центральную диспетчерскую из телефона автомата на Розенлундсгаттен и сообщил о пожаре на рингвэген 37, не указав при этом, о каком районе города идет речь. Поскольку дежурный в Центральной диспетчерской только что получил сообщение из Сольный Суть-Буберга, он решил, что это тот же самый пожар и сказал патрульному Цакрисону, что пожарная машина выехала и уже должна быть на месте пожара. Она действительно уже стояла на рингвэген, но в Суть-Буберге. В 23.21 патрульный Цакрисон снова позвонил в Центральную диспетчерскую, теперь уже по спецтелефону срочного вызова. Так как на этот раз по его собственным словам он сказал пожар, пожар на Щольдгаттен, ошибки не произошло. В результате пожарные выехали на рингвэген 37 в Стокгольме, другими словами, к дому на Щольдгаттен. Патрульный Цакрисон не звонил в пожарную часть Сольный Суть-Буберга. Это сделал кто-то другой. Выводы. Пожар возник в результате поджога, совершенного при помощи химического зажигательного устройства с часовым детонатором. Если показания патрульного Цакриса наверны, это устройство было помещено в квартире Мальма самое позднее в 21.00. В этом случае часовой механизм был установлен на три часа. За столь долгое время злоумышленник мог спокойно исчезнуть в любом направлении. Человек, спланировавший пожар, либо подстрекатель, если таковой существует, был единственным, кто мог знать, что пожар должен начаться в 23.10. Таким образом, вероятнее всего, именно это лицо позвонило в пожарную часть Сун-Буберга. Вопрос номер один. Почему это лицо позвонило не в ту пожарную часть, в которую следовало звонить? Вероятный ответ. Потому что это лицо находилось в сольной судьбе Бергии и плохо знало Стокгольм и его пригороды. Вопрос номер два. Почему это лицо вообще позвонило в пожарную часть? Вероятный ответ. Потому что его целью было убийство Мальма, и оно не хотело, чтобы остальные 10 человек, находящиеся в доме, погибли или получили ранения. По моему мнению, этот аспект является существенным, так как указывает на тщательно спланированный и профессиональный характер преступления. Гюнвольд Ларсон прочел написанное. Он подумал немного и исправил в слове сообщения последнюю букву на «Е» и вычеркнул слова в полицию. Сделал он это так тщательно, что даже экспертиза не смогла бы разобрать первоначальный текст, если бы это понадобилось. Гюнвольду удалось кое-что раскопать, сказал Мартинбек. Да неужели, скептически заметил Кольберг. Он что же, переквалифицировался в землекопы? Да нет, он действительно обнаружил нечто очень важное. Это первая настоящая улика. Кольберг прочел рапорт. «Браво, Ларсон!» – воскликнул он. «Это неподражаемо. Особенно стиль. Либо подстрекатель, если таковой существует. Блестяще!» «Ты так думаешь?» – дружелюбно сказал Гюнвольд Ларсон. «Какие тут могут быть шутки?» – заявил Кольберг. «Все, что нам остается теперь сделать, так это только найти Олафсона и установить, что звонил именно он. Вопрос лишь в том, как это сделать». «Очень просто!» – произнес Гюнвольд Ларсон. «Вызов принимала одна девушка. Думаю, она сумеет узнать его голос. У телефонисток хорошая память на голоса. К сожалению, она сейчас в отпуске, и с ней нельзя поговорить. Но через три недели она возвратится». «А до этого нам всего лишь нужно найти Олафсона», – сказал Кольберг. «Да», – согласил Сорен. «Этот разговор состоялся в пятницу 29 марта. Прошло два дня. Начался новый месяц. Прошла еще одна неделя. Уже почти две. И по-прежнему никаких следов человека, которого зовут Бертил Олафсон». Глава девятнадцатая Мальмё – третий по величине город Швеции, и он совсем не похож на Стокгольм. В нем примерно в три раза меньше жителей, и он находится на равнении, в то время как Стокгольм расположен на нескольких островах. Кроме того, Мальмё на 500 километров южнее, и его порт связывает страну с континентом. Ритм жизни здесь спокойнее. Атмосфера не такая агрессивная, и даже полиция, говорят, настроена дружелюбнее, возможно, потому, что климат здесь мягче. Дожди идут часто, но по-настоящему холодно бывает редко, и задолго до того, как начинает таять снег в окрестностях Стокгольма. Весна, как правило, наступает рано по сравнению с другими районами страны, а февраль, март и апрель часто оказываются на удивление солнечными, безоблачными и безветренными. Именно таким днем и была пятница 6 апреля. Начались пасхальные каникулы, и многие отправились привести в порядок свои летние домики, навестить друзей и знакомых. Сезон отпусков еще не наступил, но он был не за горами, и вдоль обочин уже появились желтые весенние цветы. В Индустри Хамонт, северной части города, эта суббота была как-то по-особенному спокойной, и не только потому, что этот район находился вдали от центра, но также потому, что вряд ли его можно назвать привлекательным для прогулок или автомобильных путешествий. Длинные пустые доки с замерзшими подъемными кранами, штабеля досок и ржавых железных балок, редкий лай запертой где-то собаки и несколько пришвартованных к причалу датских землечерпалок, экипажи которых уехали домой на Пасху. У одного из запертых складов стояли 200 новеньких голубых тракторов, которые только что прибыли на пароходе из Англии и вскоре будут доставлены фермерам близлежащих районов. Было тихо, если не считать собачьего лая и приглушенного шума нефтеочистительного завода, находящегося в 500 метрах от доков. Вокруг разносился достаточно сильный запах нефти. На всем этом огромном пространстве были лишь два маленьких мальчика, которые лежа на животах ловили рыбу. Они лежали рядышком, раскинув ноги и свесив головы с причала. Эти два мальчика были очень похожи друг на друга. Оба темноволосые, кореглазые и загоревшие, хотя зима еще практически не закончилась. Они пришли сюда из своих небогатых домов в восточной части города. В карманах у них лежали пероченные ножики и катушки с леской. Около часа они бегали между двумя сотнями тракторов и посидели по меньшей мере на 50 из них. Кроме того, они нашли несколько пустых бутылок, которые бросили в воду и безуспешно пытались попасть в них камешками. А также обнаружили старый брошенный автопогрузчик, годный лишь металлолом, с мотора которого им удалось отвинтить несколько интересных и ценных, по их мнению, деталей. Теперь они лежали на причале и занимались тем, ради чего, собственно, и пришли сюда. Ловили рыбу. Появление здесь этих мальчиков объяснялось тем, что они не были шведами. Ни одному шведу даже их возраста не пришло бы в голову ловить здесь рыбу, потому что шансы поймать что-нибудь были такими же, как обнаружить живую сельд в консервной банке. Здесь не было ничего, кроме грязных старых угрей, но даже они не клевали. Мальчиков звали Омер и Меодрак. Они приехали из Югославии. Их отцы были докерами, а матери работали на текстильной фабрике. Жили они здесь недавно и еще не успели выучить язык. Меодрак мог сказать только один, два, три. Особых шансов хорошо выучить язык у них не было, потому что целые дни они проводили в детском саду, где 70% детей были иностранцами. К тому же их родители собирались вернуться домой, как только заработают достаточно денег, чтобы считать себя богатыми. Оба мальчика лежали и смотрели на воду, думая о громадной рыбе, которая скоро клюнет, такой громадной и сильной, что как бы она не стащила их в воду. В этот момент произошло то, что случается очень редко, причем только в особых климатических и гидрологических условиях. В четверть четвертого, в этот погожий солнечный день, в грязную акваторию порта течение из открытого моря занесло слой чистой морской воды. Омер и Меодрак внезапно обнаружили, что видят свои лески под водой, видят грузила и даже червяков на крючках. Вода становилась все прозрачнее и прозрачнее, и они смогли увидеть дно. Старый ночной горшок и ржавую железную балку. А потом, в десяти метрах от причала, они увидели нечто такое удивительное, от чего у них сразу же разыгралось воображение. Это был автомобиль. Они видели его совершенно четко. По-видимому, он был голубого цвета и стоял багажником к причалу, с закрытыми дверцами и глубоко погрузившимися выл колесами, словно кто-то запарковал его здесь, на площади секретного города на дне моря. Насколько они могли видеть, автомобиль был совершенно целый, без единой вмятины. Вода стала мутнеть, автомобиль начал медленно исчезать, и через одну-две минуты ни автомобиля, ни ночного горшка, ни даже лесок не было видно. Осталась лишь грязно-серо-зеленая поверхность воды в разводах бензина и пятнах нефти. Мальчики огляделись вокруг в поисках взрослого, которому они могли бы показать свое открытие или, по крайней мере, рассказать о нем, потому что теперь уже показывать было нечего. Однако вокруг было пустынно и безлюдно в этот чудесный субботний день, и даже собака перестала лаять. Омер и Меодрак смотали леску и сунули ее в карманы, уже набитые старыми шайбами, медными трубками и ржавыми болтами и гайками. Потом они побежали так быстро, как только могли. Однако, когда они остановились, чтобы перевести дыхание, то находились все еще на причале, потому что он был очень большой, а мальчики, что ни говори, были очень маленькими. Прошло еще десять минут, прежде чем они добежали до ветку Ствеген, где уже были люди. Однако и здесь мальчики не знали, что им делать, потому что люди сидели в своих автомобилях, несущихся по дороге, занятые собой и неприветливые. И никому не было дела до двух мальчиков, которые стояли на тротуаре и размахивали руками. Тем более, что по их темным лицам было видно, что это обычный иностранный сброд. Лишь двадцать пятый по счету автомобиль не проехал мимо, а остановился. Это был черно-белый фольксваген с мигалкой на крыше и надписью «Полиция». В этом автомобиле сидели два полицейских, Элловсен и Борглюнд. Настроение у них было мирное, добродушное, и ни один из них не понимал ни слова из того, о чем говорили мальчики. Элловсен наконец-то разобрался, что мальчики показывают в сторону порта, а один из них говорит что-то похожее на слово «авто». Он угостил каждого мальчика конфеткой, поднял стекло, улыбнулся и помахал им на прощание. Элловсен и Борглюнд оказались полицейскими добросовестными и объехали весь порт, тем более, что особой работы у них сейчас не было. Доехав до конца причала, они остановились, и Борглюнд вышел из машины. Он даже подошел к краю причала и постоял здесь несколько минут, но увидел лишь странное искусственное болото, образовавшееся в результате работы землечерпалок. Кроме того, он услышал собачий лай, приглушенный шум нефтеочистительного завода. Спустя 24 часа на причале стоял другой полицейский. Он был инспектором полиции и звали его Монсон. Автомобиля он тоже не увидел. Перед ним была лишь грязная вода, пустая консервная банка и использованный презерватив. Слухи, которые привели его сюда, проделали длинный путь и стали сильно искаженными. Ему сообщили, что два югославских мальчика видели, как здесь свалился в воду полицейский автомобиль. Мальчики еще не ходили в школу и не говорили по-шведски. Они показывали на самые разные места у причала, а полицейские автомобили, естественно, все были на месте. Монсон задумчиво жевал зубочистку и слушал, как где-то поблизости лает собака. Монсон был мужчина, которому уже пошел шестой десяток, коренастый, со спокойным мирным характером. Он обошел весь причал вдоль и поперек, но не нашел ничего. Монсон вынул изо рта изжеванную зубочистку и выбросил ее в воду. Она мирно закачалась между презервативом и консервной банкой. Он пожал плечами и направился к машине. «Завтра нужно будет найти аквалангиста», подумал он. Глава двадцатая Погрузившись в тридцать первый раз, аквалангист наконец-то нашел автомобиль. «Угу», сказал Монсон. Он перекатывал во рту зубочистку и размышлял над тем, что предстоит сделать. Плоть до этого момента, 23 минут 3-го, 8 апреля 1968 года, он был абсолютно уверен, что автомобиль существует лишь в воображении этих двух маленьких мальчиков. Теперь ситуация изменилась. «В каком положении он находится?» «Там почти ничего не видно», сказал аквалангист. «Но насколько я смог разобрать, он стоит на дне, багажником к причалу, метрах в пятнадцати отсюда, немножечко под углом, словно ехал вдоль причала и не успел повернуть. Монсон кивнул. «Здесь нет никаких предупреждающих знаков», сказал аквалангист. Он не служил в полиции и к тому же был молод и неопытен. Монсон принимал участие в подъеме из воды по меньшей мере десяти автомобилей за последние двадцать лет. И каждый раз они оказывались пустыми и числились в списке украденных. К ответственности никого привлечь не удалось. Но были все основания полагать, что владельцы автомобилей таким оригинальным способом не только избавлялись от отслуживших свое машин, но также получали страховку. Что-нибудь еще можете сказать? Я почти ничего не могу разобрать. Он не очень большой и внутри много ила и грязи. Аквалангист сделал паузу. «Он наверняка довольно долго там находится», сказал он. «Ладно, придется его поднять», произнес Монсон. «До того, как мы доставим лебедку, вам, очевидно, нет смысла туда спускаться». «Нет, мне нужно будет только закрепить крюки». «В таком случае вылезайте из воды и согрейтесь чем-нибудь», сказал Монсон. Чудесную погоду словно ветром сдуло, в буквальном смысле. Небо стало серым, с низкими тучами. Дул северо-западный ветер, холодный и пронизывающий. На причале шла обычная работа. Громыхали экскаваторы, землечерпалки, маленький буксир пыхтел у входа в порт, тепловоз тащил несколько товарных вагонов, впереди него шел человек с красным флажком. Разгружались несколько судов, приплывших сегодня утром. Какой-то платный информатор из полиции или из пожарной охраны предупредил прессу, и около десяти репортеров и фотографов уже несколько часов, стоя, мерзлые на причале или с хмурым видом сидели в своих автомобилях. Репортеры и аквалангист, в свою очередь, привлекли к себе внимание нескольких зевак, которые бродили взад и вперед под порывами ветра. Монсон не стал ограждать эту часть причала или каким-либо другим способом мешать людям ходить здесь. Один из репортеров периодически подходил к нему и говорил, «Но как там?» или что-то в этом роде. Репортер снова вылез из машины и в самом деле сказал, «Но как там?» «Там внизу автомобиль», — медленно ответил Монсон. «Приблизительно через полчаса мы его поднимем». Он посмотрел на журналиста, которого знал уже много лет, подмигнул ему и сказал, «Вы не могли бы сообщить об этом остальным? Мы не можем отложить подъем». «Конечно, он пуст», — спросил репортер. «Ну», — сказал Монсон и взял новую зубочистку. «Насколько мне известно, да. Страховка, как обычно». «Сначала нужно его поднять и осмотреть», — зевая, — сказал Монсон. «Причем это произойдет не раньше, чем через полчаса. Вы спокойно можете уехать и где-нибудь перекусить». «Пока», — попрощался журналист. «Угу», — сказал Монсон и пошел к своей машине. Он сдвинул шляпу на затылок и включил радио. Отдавая распоряжение, он заметил, что некоторые репортеры последовали его совету и уехали. Элловсон и Борглюнд тоже были здесь. Они сидели в своем «Фольксвагене» метрах в двадцати пяти и мечтали о глотке кофе. Через несколько минут Элловсон, заложив руки за спину, подошел к Монсону и спросил. «Что нам говорить людям, которые интересуются тем, что тут происходит?» «Восвечайте им, что мы собираемся поднять из воды старый автомобиль», — сказал Монсон. «Через полчаса. На это время можете уехать и выпить кофе». «Спасибо», — сказал Элловсон. Маленький полицейский автомобиль умчался с рекордной скоростью. Оба полицейских выглядели серьезно и решительно, словно выполняли важное и срочное задание. «Наверняка они включили сирену и мигалку, когда скрылись из виду с улыбкой», — подумал Монсон. Прошел почти час, прежде чем все было готово к подъему автомобиля. Элловсон и Борглюнд, а также журналисты, уже вернулись. К зевакам присоединились докеры, моряки и другие работники порта. Всего здесь собралось человек сто пятьдесят. «Ну что ж», — сказал Монсон. «Начнем, пожалуй». Подъем произошел быстро и без всякой театральности. Цепи со скрипом натянулись, грязная вода забурлила, и над поверхностью воды показалась металлическая крыша. «Осторожно!» — крикнул Монсон. Наконец, над водой показался весь автомобиль, облепленный илом и грязью. Из него хлестала вода. Он чуть косо висел на крюках, и Монсон внимательно следил за ним. В то время как фотографы непрерывно щелкали камерами. Автомобиль был маленький, старый и довольно изношенный. Модель Ford английского производства сейчас уже довольно редкая, но когда-то ее можно было очень часто встретить на дорогах. Автомобиль, очевидно, был голубого цвета, но сейчас его покрывал слой серо-зеленой слизи, и цвет трудно было определить. Боковые стекла были разбиты или опущены, и внутри было полно ила и мусора. «Опускайте!» — сказал Монсон. Толпа начала смыкаться, и он спокойно попросил. «Пожалуйста, оставайтесь на месте. Его ведь надо куда-то поставить. Люди отошли назад. Монсон тоже. Маленький автомобиль приземлился с неприятным скрежетом, крылья и передний бампер у него едва держались. Автомобиль действительно выглядел довольно мрачно, и трудно было представить, что он когда-то выкатился из ворот завода, новенький, сияющий. А его первый владелец горделиво уселся за руль с бьющимся от восторга сердцем. Эл Офсон первый подошел к автомобилю и заглянул внутрь. Люди, наблюдающие за ним сзади, увидели, как он внезапно замер и потом резко выпрямился. Монсон медленно последовал за ним, наклонился и заглянул в открытое окно правой дверцы. Между сгнивших сидений и почерневшим каркасом сидел облепленный илом труп. Один из самых ужасных, какие когда-либо видел Монсон, с пустыми глазницами и оторванной нижней челюстью. Монсон выпрямился и повернулся спиной к автомобилю. Эл Офсон начал автоматически отодвигать толпу. «Не отталкивай людей», — сказал Монсон. Он посмотрел на людей, которые стояли к нему ближе всех, и спокойно сказал. «В автомобиле находится мертвый человек. Он ужасно выглядит». Никто из присутствующих не сделал попытки протолкнуться вперед. Глава двадцать первая Монсон не слишком придерживался инструкций, которые рекомендовали не посвящать публику в деятельность полиции или позволять фотографировать. Он вел себя совершенно естественно даже в самых необычных ситуациях и уважительно относился к людям, а они отвечали ему тем же. Хотя ни Монсон, ни кто-либо другой над этим как-то не задумывался. Он действительно отлично поработал на причале в тот понедельник. Если бы он занимался беспорядками, которые имели место в данное жаркое лето и к которым относились с большим беспокойством, большинство из них, вероятнее всего, вообще бы не произошли. Однако ими занимались люди, которые полагали, что Родезия находится где-то возле Тасмании и что сжигать американский флаг незаконно, зато похвально поносить вьетнамцев. Эти люди считали, что водометы, резиновые дубинки и немецкие овчарки помогают налаживать контакт с народом и результаты соответствовали этим представлениям. Но у Монсона голова была занята другим, и он думал об утопленнике. Трупы, найденные в воде, никогда не выглядят слишком приятно, но этот труп был самым отталкивающим из тех, с которыми он когда-либо имел дело. Даже патологоанатом, производящий вскрытие, сказал «Тьфу, ну и работку ты мне подсунул». Потом он занялся делом, а Монсон, стоя в углу, наблюдал за ним. Казалось, Монсон над чем-то задумался, и врач, который был молод и чуточку зелен, время от времени с любопытством на него поглядывал. Монсон был уверен, что не все обстоит так просто с этим трупом в автомобиле. Он подозревал, что произошло что-то серьезное, когда автомобиль свалился в воду. Простейшая версия не проходила с самого начала. Это не могло быть мошенничество, связанное со страховкой. Кому понадобилось сталкивать с причала эту старую развалину, которая была новой лет двадцать назад? И зачем? Конец шестой части. Продолжение следует. Продолжение следует.